В Германии могут заняться вакцинацией детей и подростков, начиная с 12-летнего возраста. Процесс может начаться после 7 июня, когда формально отменят все оставшиеся ограничения на прививки. Но только в том случае, если Европейское агентство лекарственных средств разрешит применять препарат Pfizer-BioNTech для лиц младше 15. Решение ожидается уже в пятницу. В Австралии вновь локдаун. Штат Виктория закрывается на семь дней из-за вспышки коронавируса в Мельбурне, втором по величине городе страны. Власти штата заявляют, что имеют дело с новым штаммом, который распространяется быстрее, чем мы до сих пор видели. Следующие семь дней для Виктории будут очень непростыми. Конечно, мы будем учитывать все проблемы и трудности, с которыми столкнутся жители. В результате этого, как выразились власти штата, молниеносного локдауна. В Японии продолжается эстафета Олимпийского огня. Бегуны несут факел по префектуре Сига. Власти страны готовятся к беспрецедентным мерам безопасности во время проведения игр. Евросоюз высказал поддержку решимости Японии провести игры в этом году и пообещал 100 миллионов доз для вакцинации. В самой стране слышны голоса критиков, среди которых многоопытных врачей, называющих Олимпиаду потенциальной катастрофой. Может возникнуть новый штамм, который запросто назовут олимпийским, и нам еще сто лет будут поминать, как игры стали величайшим актом глупости. В Швеции правительство поэтапно ослабляет ограничения. С 1 июня студенты вернутся на очное обучение, с июля можно будет отказаться от масок в транспорте. Действующие в Швеции меры и так самые мягкие в Европе и по большей части носят характер рекомендаций. Продолжение следует...